Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с праздником 12 апостолов. На второй день после прославления имен первоверховных апостолов Петра и Павла мы молимся 12 апостолам, ближайшим ученикам Спасителя, тем, которые, разойдясь по вселенной, провозгласили весть о Христе Воскресшем, были его свидетелями его воскресения, были его посланниками, были его апостолами. Эта весть дошла и до нашей земли. И по преданию один из 12 апостол Андрей проповедовал в южных рубежах исторической Руси и именно с его именем связывается становление христианства на территории Святой Исторической Руси. И не случайно мы сегодня совершаем Божественную Литургию в Кремле, в исторической резиденции патриархов московских и всея Руси, в патриаршем дворце, где домовый храм посвящен памяти святых 12 апостолов. Апостолы – основатели церкви. Они заложили фундамент, на котором постепенно стало воздвигаться здание церкви вселенской. Если бы сегодня те, кто жил в апостольское время, увидели совершаемую нами литургию, они бы многого не поняли. Так как облачено ныне духовенство, так не облачались апостолы. Песнопения, которые мы совершаем, и молитвы, которые произносим, за исключением очень редких, были неизвестны апостольскому веку. Что же означает это последующее развитие церковной жизни? А может быть, мы что-то делали неправильно? Может быть, и не следовало облачать духовенство в ризы? А просто так на молитве находиться в обычной одежде, в которой находились апостолы, придя с улицы в евхаристическое собрание? Ответ на этот вопрос очень важен, потому что в определенный период времени некоторые христиане вознамерились как бы вернуться к простоте апостольского времени. Отказались от богослужений, так как они сложились на протяжении тысячелетий, от облачений, от канонического, то есть законодательного порядка в жизни церкви. Думая, что вот этим самым своим приближением к простоте века апостольского они обновят церковь, помогут людям ее понять, сделают ее более открытой, внятной, понятной, а значит, и наполнятся храмы людьми. Произошло все с точностью наоборот, как мы теперь говорим. Люди стали уходить из этих храмов, потому что попытка восстановить первый век в контексте века 19-го, 20-го, а тем более 21-го невозможно. И, наверное, такую бы подпытку, если бы жили апостолы, они бы немедленно осудили, потому что уже тогда, в апостольское время, проповедуя Христа, они обращались каждому со своим словом. «Для всех я был всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», — говорит апостол Павел. Чудо самого исторического бытия церкви на протяжении двух тысяч лет, сопровождавшихся гонениями, расколами, разделениями, само чудо того, что церковь сегодня существует. И мы собираемся для молитвы, для совершения таинства Евхаристии, для причащения тела и крови Господней, свидетельствует о том, что сам Бог духом своим присутствует в той общине, которая именуется церковью, и основания которой были положены апостолами. Апостолы действительно заложили фундамент. Они не могли предвидеть, да и не должны были бы пытаться предвидеть, все последующее культурное, интеллектуальное, философское развитие рода человеческого. даже если бы они все это могли предвидеть, они бы никогда не могли создать общину, актуальную, для каждого последующего времени, а тем более для каждого народа и каждой культуры. Это сделать было невозможно, и не к этому их призвал Господь. Он призвал их к тому, чтобы они шли и были Ему свидетелями, Ему, воскресшему, даже до края земли, чтобы они учили народ тому, чему Он их научил. И на этом фундаменте сами же апостолы стали возводить здание Святой, Единой, Соборной и Апостольской Церкви. И нельзя сказать, что в то время это здание было недостроенным. Оно в каждый момент времени достроено. В каждый момент времени в ней полнота Святого Духа. В каждый момент времени в ней полнота истины, которую не может преодолеть никакая человеческая лже-мудрость и даже врата ада. И вот фундамент, заложенный апостолами, стал надстраиваться дивными храмами. Их созидание шло в соответствии со всеми законами культурного развития рода человеческого. Потому что люди привносили в созидание Церкви самое лучшее, что имели самые высочайшие образцы своей культуры, своих знаний. Не случайно мы сегодня совершаем службы не в катагомбах, как первые римские христиане, не в частных домах, как совершали апостолы, а в дивных храмах, которые народ наш и христиане по всему миру строили и строят для того, чтобы своими делами, своими внешними, культурными выражениями прославить Бога, воздать Ему должное. И вот так мало-помалу и развивалась историческая жизнь Церкви. на едином фундаменте, положенном самим Господом и святыми апостолами. Развивалилась применительно каждой последующей эпохе, каждой культуре, каждой нации людей. И сегодня Вселенская Церковь есть некое Божье чудо, где объединяются люди разных национальностей и культур. И молодые, и старые, где стираются границы между национальностями, возрастом, материальным положением, значением человека с точки зрения его отношений к власти, все стирается в Церкви, человеческое и вторичное, и сохраняется только то, что ведет человека ко спасению. Богу было угодно как бы завести этот дивный механизм, который работает на протяжении двух тысяч лет, никогда не находясь в благоприятной обстановке. Не было такой эпохи за две тысячи лет, когда бы обстановка, в которой жили христиане и развивалась церковная жизнь, была бы абсолютно благоприятной. И через эти тернии люди устремлялись к цели, через тучи облака к звездам. И ведь достигали этих звезд. И достигают сегодня небо как символа Божественного Царства. Верим, что врата ада никогда не поколеблют Церкви. Верим в то, что фундамент, созданный святыми апостолами, выдержит любые самые страшные землетрясения. Но, веря в это, мы должны принять и ответственность за то, чтобы то, что принадлежит нам, Церковь, живущая ныне, сохранила свою духовную силу, способность обращаться к народам с апостольской проповедью. Это требует от верующих людей всех от мала до велика, способности защищать Церковь, оберегать ее, активно участвовать в ее жизни, дабы через внутреннюю работу, в том числе и умственную работу, мы могли освобождать свою внешнюю церковную жизнь от возможных недостатков, несовершенства, становясь общиной горячей веры, общиной единомышленников, продолжающих в истории служения святых апостолов. Верим, что их молитвами Господь благословит апостольское служение нашей Церкви. Аминь. Аминь.